Классификации пигментов на органические и неорганические краски, блин! Сейчас я поделюсь с вами одной тайной. Все краски гибридные. Сейчас на рынке перманентного макияжа существует очень много разных видов краски. Также многие мастера думают, что существуют органические и неорганические краски. Но на самом деле это не так. Это миф. На самом деле существуют органические и неорганические пигменты, а пигменты и краски – это не одно и то же. И сегодня в этом видео мы будем разбираться, что есть что. Краска – общее номинование для группы цветных красящих веществ, предназначенных для непосредственного использования в той или иной сфере быта. В сфере тату и пм – это готовый продукт из косметических основ, нерастворимых частиц пигментов и или красителей. Пигмент – материал для раскрашивания, нерастворимые частицы твердого вещества, имеющие определенный цвет. В настоящее время под словом «пигмент» понимают цепучую взвесь, порошок. Неорганические пигменты – соли или оксиды металлов. Органические пигменты – продукты органического синтеза, углеродные соединения. Неорганические пигменты – это не минералы. Это не так. В производстве красок для тату и пм не используются минеральные пигменты. В производстве не используются пигменты, которые добывают путем измельчения тех или иных горных пород, как все думают. То есть никто не берет из горы камней, не дробит их и потом не вносит в кожу. Это не так. Нужно понимать, что классификация пигментов на органические и неорганические не одно и то же, что и классификация на органические и неорганические краски. Краски и пигменты – это не одно и то же, как мы уже выяснили ранее. Краски для тату и для пм бывают либо неорганические полностью, либо гибридные. Гибридные краски состоят из органических и неорганических колорантов. И чаще всего там преобладают органические колоранты. большинстве. Многие мастера искренне верят, что существуют полностью органические краски. Это не так. Все заблуждение происходит именно от этикетки. В ряде зарубежных стран существуют требования к этикеткам. Если в составе вашей баночки вещества меньше, чем 1%, то на этикетке его не указывают. И многие краски органические, которые все думают, что они органические, они на самом деле содержат в составе сульфат бария. То есть краски, которые гибридные, которые состоят из большего числа компонентов именно органических, они базируются либо на диоксиде титана, либо на сульфате бария. Все, другого не дано. То есть и там, и там есть неорганический компонент, который делает эту краску гибридной. Вот и все. Существуют полностью неорганические краски. Как понять, что вы работаете чисто неорганической краской? В этикетке, вот там, где у нас написан состав, открываете, берете пигмент свой, в этикетке все колоранты, которые называются, начинаются с CI, начинаются с цифр 77. Вот если каждый колорант на этикетке в вашей баночке пигмента начинается с двух семерок, значит состав у этой краски полностью неорганический. В ней нет органических компонентов. Собрать неорганическую краску довольно просто. Неорганические краски довольно примитивны по составу и сделать гибридные краски гораздо-гораздо-гораздо сложнее. Я абсолютно нейтрально отношусь и к неорганическим краскам, и к гибридным. Я просто выбираю то, чем мне удобней, легче, быстрее и менее травматично работать с клиентами. То есть я выбираю именно гибридные краски, потому что они в работе гораздо легче, чем неорганические. Их быстрее вносить, они меньше травмируют кожу и, как следствие, лучше заживают. Краски брови гибридные по составу. К сожалению, у неорганических красок существуют две проблемы. Это потеря гидроксильной группы и смена валентности. Что это такое, я расскажу сейчас подробно. Все краски состоят из трех основных колорантов, по крайней мере краски для бровей. Это красный, желтый и черный. И только красный пигмент стабилен в неорганических красках. Черный пигмент и желтый пигмент неорганические меняют цвет кожи со временем. Самый нестабильный оксид железа желтый. Он очень быстро утрачивает свою гидроксильную группу и становится красным в коже. Черный оксид железа, не путайте его с Carbon Black. Он просто меняет свою эвивалентность и тоже становится красным. Таким образом, мы получаем по итогу красные брови. Что же с этим делать? Как с этим бороться? Сейчас существует такая лазейка, и многие производители ее используют. Они меняют в составе краски желтый неорганический на желтый органический. И тогда краска становится более стабильной и не становится красной со временем. Также меняют черный оксид железа на черный Carbon Black, потому что он также является неорганическим компонентом и также получают более стабильную формулу краски. По итогу мы получаем краску, которой неорганическим компонентом, действительно, оксидом железа остался только красный. И эту краску уже невозможно назвать неорганической краской. Теперь это тоже гибрид. Итог этого видео такой. Органических красок не существует. Неорганические краски существуют, но чаще всего их тоже не существует. Вот и все. Нет, я специально это говорила. Имеет стабильную молекулу. Итог этого ролика такой.